Приветствую, друзья, на библейском портале «Экзегет» ответы на ваши вопросы. Кто и как может крестить в особых случаях в отсутствии священника? Действительно, такие особые случаи бывают. Прежде всего, это риск расставания с жизнью. Только что рожденный младенец, у которого есть какие-то очевидные повреждения или угроза смерти, будет великим благодеянием успеть, пока еще дыхание в нем и душа не отделилась от маленького и беспомощного тельца, совершить таинство крещения в отсутствии священника, любой православный христианин или христианка, взяв святую воду, а в ее отсутствии простую, трижды окропив ребенка, произнести тайно-совершительные слова, крещается раба Божий или раба Божия, Иван, Марья во имя Отца, аминь, и первый раз окропить или погрузить даже в какую-то емкость с водой, если есть такая возможность, и Сына, аминь, окропить второй раз, и Святаго Духа, аминь, окропить или облить, или погрузить, и третий раз. И таким минимальным образом сообщается дар Святого Крещения тому, в отношении кого он был сотворен. Бывает такая необходимость и в отношении взрослых людей, особенно во времена гонений на церковь, когда не так уж просто было оказаться священнику рядом при исходе, при завершении последней минуты жизни. Известно, что наш знаменитый бард Булат Шавлович Акуджава в последние часы своей жизни был крещен собственной православной супругой по своему желанию, по своему исповеданию, и так вот уже с православным именем и сподобившись Святого Крещения в этих обстоятельствах, достаточно стремительных и требующих безотлагательного действия, предстал все-таки пред Богом так, как и предчувствовал в своей поэзии. «Царь Небесный пошлет мне прощение за прегрешение, а иначе зачем на земле этой вечной живу?» Верим, что, приняв Святое Крещение, даже в последнем, в едином десятый час своей жизни, он сподобился и милости от Господа, которые сопровождают вхождение в жизнь вечную христианина. А в каких-то других случаях, где человек имеет возможность призвать священника, но по каким-то причинам этого не делает, думаю, что, скорее всего, это недопустимо. Скажут еще, вот теперь у нас карантинные меры, можно молиться вне церкви онлайн, можно куличи благословить самому, так отчего же не удоволиться крещением без священника. Нет, друзья, мы с вами не беспоповцы-сектанты, мы с вами призываем церковные молитвы, и немаловажная часть при уготовлении к крещению оглашения, где читаются жизненно важные для будущего христианина заклинательные молитвы против бесов, прежде имеющих возможность хозяйничать в душе некрещенного человека. Важнейшие бывают порядки сочетания, исповедания сочетания со Христом, которые либо взрослый человек, принимающий крещение, приносит либо крестный замладенца, которого будет воспитывать православной вере. Само таинство крещения имеет своим последованием. После таинства крещения исполняется таинство миропомазания, что тоже в отсутствии священника невозможно совершить святой мира, который несет на себе благословение рук апостольских. Каждый год в поместной церкви варимая предстоятелем церкви, в нашем случае русской церкви, святейший патриарх Кирилл в Донском монастыре, начинает и совершает этот чин при уготовлении мира, в каждом из которых ежегодном мире присутствует частица, малая только от прошлогодних. И тянется это от самих апостольских времен благословение, передаваемое из поколения в поколение в православной церкви. Так что мы с вами единым миром мазанные, можем получить это миропомазание только от рук священника. Когда мы говорим о каких-то экстремальных случаях, то если человек выживет, то надлежит призвать священника и дополнить. И молитвы, не вычитанные, разумеется, мирянином, который в порядке скорой духовной помощи совершал крещение, и священник совершит и миропомазание новокрещенного христианина. Так что будем правильно понимать об этом предмете. И там, где есть смертельная опасность, но воля взрослых для крещения умирающего младенца или воля самого умирающего человека принять святое крещение, там исполнять это и в срочном виде руками мирян православных, но в всех остальных случаях будем все-таки стремиться исполнить в отношении самого себя или ближних, которым пришло время и возможность креститься, всю ту полноту традиции православной по крещению, которая состоит по преимуществу-то и в погружении трехкратном, а не во всех случаях это бывает возможно, но если есть и время, и выбор, и возможность, конечно, таинство должно совершаться в той апостолами установленной полноте, которая хранит наша православная церковь.